Территориально-спасательные отряды, сокращенно ТСО, в этом феврале отмечают юбилей. 30 лет назад в Приднестровье создали невоенизированное формирование гражданской обороны. Но в историю страны бойцы ТСО вошли прежде всего как защитники республики. Из Бендер сюжет Владимира Хорошилова. В 91-м Виталий Бондарь вместе со своим отцом вступил в ряды ТСО. Из-за агрессии Молдовы против Приднестровья, рабочие отряды, созданные для ликвидации ЧП и спасения пострадавших, очень быстро превратились в отряды сопротивления. Когда началась война в Бендерах, первыми на защиту города встали милиция, ополченцы и бойцы ТСО. В день начала войны мы должны были заступать в военкомат, помогать охранять. То есть и вот как раз в 17 часов там началась стрельба первая. Мы были в центре города как раз и для нас это был просто шок. Мы вообще не понимали, что происходит. Собрались все возле штаба. И тут уже как бы все поняли, когда привезли первую женщину погибшую. Для нас это был просто шок, особенно для 20-летних пацанов. Через 10 минут бойцы ТСО вступили в бой в районе типографии. Обороняли также верхние этажи горисполкома, рабочий комитет, штаб Бендерского ТСО, отделение связи. Оружия на всех не хватало. Его добывали в бою. У нас как такового оружия не было. Оружие уже пришло потом и оно, как говорилось, добывалось в бою. То есть многие ребята, когда начались первые действия наступательные уже, наши эти товарищи, будем так говорить в кавычках, молдавская страна, они бежали и бросали оружие. И это оружие мы подбирали и с этим оружием становились на защиту города. В первые дни противник безнаказанно хозяйничал в микрорайонах города. Каждое окно – это была бойница. Каждый угол – боевая позиция. Вот это был наш штаб. До войны? Да. Вот здесь до войны. Первые часы 92-го года, 19-го числа, мы вот как раз все здесь собрались. По улице перемещался БТР, и он расстреливал полностью все эти дома. Он знал, что где-то здесь находится штаб ТСО, а конкретный дом они, видно, не знали. И поэтому обстрел достался и штабу, и вот соседнему зданию. Позиции ТСО менялись. Новый штаб оказался практически на передовой. Оттуда вели наблюдение за противником. По городу и его защитникам опоновцы стреляли не только из стрелкового оружия. Использовали установки «Алазань», минометы, гранатометы, били из пушек. Очередной дом с травмным воспоминанием. Здесь, когда мы выдвинулись на дружбу из-за мины, здесь погибли наши ребята. Вот как раз на углу этого дома. Тогда здесь пострадали еще и гвардейцы, ополченцы. А это общежитие на Первомайской. Летом 92-го это здание – важный оборонительный пункт. Это вот район, где проходили самые ожесточенные столкновения. Здесь непосредственно общежитие, где закрепились наши бойцы и их удерживали. Причем здесь был даже такой случай, когда на верхних этажах находились наши ребята, а первые этажи, к сожалению, тогда вошли опоновцы. Двоевластия? Ну, не двоевластия. Тогда пришлось технике подходить и отбивать, и освобождать наших ребят. Вступившие в ТСО в начале 90-х должны были быть спасателями. Помогать в ликвидации последствий наводнений, землетрясений, пожаров. История распорядилась так, что практически с первых дней своего создания и во время войны 92-го территориально-спасательные отряды по всей республике выполняли и боевые задачи. За независимость Приднестровья погибли 38 бойцов ТСО. Владимир Хорошилов, Михаил Нестеровский, ТСВ.